Я просто слышал, что уже между вами, которые ветряную энергию производят, и те, которые солнечную энергию производят, между вами уже конфликт. Конкуренция. Нет, конфликт или конкуренция? Не то и другое. От конкуренции перешло к конфликту. Я сказал бы, на сегодняшний день конфликт отсутствует. Конфликт много отсутствует, лично мое мнение, благодаря тому, что министерство в лице Ольга Анатольевна собрало нас уже несколько раз. И мы селились на один стол, и мы обсуждали. Это был очень цивилизованный процесс. Конфликт возник, потому что было очень много неясностей. И когда полгода, восемь месяцев мы живем в тумане, и никто нас не собирает, и мы не садимся и обсуждаем, то, естественно, все начинают срабатывать так называемая паранойя, и все считают, что все против друг друга. Это первое. Второе. Когда третий месяц подряд не платит за выработку на электроэнергии, мы недополучили деньги за февраль месяц, мы не получили расчет совершенно за март-апрель, и мы сегодня получили предоплату за мая месяц 0,2%. И когда уже третий месяц никто ни с кем не рассчитывается, то действительно возникает очень много эмоций. И мы сейчас все, которые были вчера на совещании у премьер-министра, мы сейчас все до единого находятся в процессе реструктуризации наших кредитов. Нам не за что платить проценты по кредитам, нам не за что платить, не близко говорить о теле кредитов. Лично мое мнение, та ситуация, которая возникла, я не понимаю, как мы можем иметь сегодня 50 миллиардов гривен долгов в энергосистеме в этом году. Я знаю, когда Юлия Владимировна приняла правительство, я думаю, наверное, это было в 2009 году, то когда вся страна рассчитывалась электроэнерговекселами, очень много людей стали миллионерами, потом миллионерами, потом торговали, эти вексела ходили, и в конечном итоге государство недополучило то, что должно было получить. Была создана компания «Энергоринок», которая после этого успешно работала сколько лет? 17 лет. 17 лет, да. 17 лет «Энергоринок» работал, лично мое мнение, работал как часы. И вообще у нас проблем не было. Большая ошибка ввести в действие закон электрической энергетики с 1 июля прошлого года, практически между двух парламентами. Один парламент знал, что мы уходим, другой еще нет. Один премьер-министр знал, что он не будет премьер-министром, другой премьер-министр нет. И в это время ведем в действие закон, который полностью является реформой всего энергоринка. Всего, все участники рынка, которые мы сегодня обсуждали, они являются составляющей этого закона. Субтитры создавал DimaTorzok